Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и сегодня у нас большая распаковка с сайта Лилко. Как вы видите, у меня здесь очень много коробочек. Вы бы знали, какие они тяжелые. Вы бы просто могли себе представить, насколько здесь много классных товаров. Вы бы за меня порадовались. Но я за вас точно рада, за себя тоже рада. Так что сегодня нас ждет грандиозный ролик. Давайте начинать. Поехали! Дисклеймер. Мопсы на сайте Лилко не продаются. Это мой домашний реквизит. Но зато на сайте Лилко можно найти очень много классных канцелярий, товаров для дома. Там даже есть одежда. Такая всякая приятная, casual, домашняя одежда. Также там есть немножечко бьюти-штучек. В общем, там можно купить все. Я заказала всего и понемножку. И уже готова распаковывать. Первым делом я хочу распаковать каждую коробочку. Посмотреть, где какие товары находятся. И потом начнем распаковывать все по категориям. Так, девочки, мальчики. Но если здесь я хотя бы приблизительно поняла, что находится, то здесь я понимаю и просто восторгаюсь. Тут уже, как видите, у меня лежит одежда. Боже, вы бы знали, как я это ждала. Сюрприз-боксы. М-м-м. Да, ребят, начать я решила все-таки с одежды. Поскольку у Лилка есть своя коллекция одежды. Она вся производится в России. Если быть точнее, она производится в Санкт-Петербурге. Там можно найти как одежду для дома, так и какие-то костюмы. Такого casual формата. И я себе решила заказать как раз-таки один из таких костюмов. Верх не заказывается по отдельности. Поэтому первое, что я распаковала, это вот такой свитшот в белом цвете. Как видите, свитшот идет с вот таким вот воротничком-стойкой, на котором есть замочек. Который, кстати говоря, очень хорошо работает. Открывается, закрывается. Свитшот свободного кроя. И он идет из футера, который без начоса. И к нему же я сразу заказала брюки. Брюки также белого цвета. Это джоггеры. То есть снизу есть вот такая вот резиночка. На поясе есть брендированная этикетка Лилка. У меня в размере L как брюки, так и свитшот. Резиночка достаточно плотная, но при этом мягкая. Есть два кармана слева-справа. И, как говорится, костюм собран. Давайте его примеряйте. По качеству костюм безумно классный. Я думаю, это отличный вариант на повседневку. В нем очень комфортно. Отличное решение, когда не знаешь, что надеть. Или, как я уже сказала, когда не хочешь париться. И что самое главное, эти вещи можно также носить и по отдельности. Джоггер можно носить просто с футболочкой, с топом в более жаркую погоду. Ну, а свитшот можно смело одевать с какими-то джинсами, юбками, брюками. В общем, не обязательно это все носить. Костюмом можно также и носить отдельно. По качеству все топ. Мне очень понравилось. 10 из 10. Ребят, это реально вау. Просто посмотрите, какой шоппер. Это тоже, собственно, производство Лилка. У них столько шопперов было на сайте. У меня глаза вот просто вот разбежались. Самое необычное у него это ткань, из которой он сделал. Вы слышите это? Как будто по ощущениям напоминает какой-то хороший качественный пуховик. Мне очень понравился внешний вид данной стеганой сумочки. Она такая объемная, что, мне кажется, будет круто сочетаться с какими-то осенними и зимними образами. Шоппер идет на молнии. У него огромнейшее отделение, в которое поместится в буквальном смысле все. И ноутбук, и тетради, и косметичка. Кроме большого главного отделения, здесь также есть отделение поменьше, ну, чтобы сложить какие-то документы, допустим, паспорт или телефон. Мне очень нравится, что этот шоппер не просто объемный, но он еще и мягкий, и его можно использовать как подушечку на паре. Замочек очень качественный, все хорошо открывается и закрывается. И также мне нравится, что ручки у шопера достаточно длинные. Его можно будет спокойно одевать на какую-нибудь большую куртку или пальто. Ничего не будет сковывать, никаких движений. Шопперу тоже ставлю 10 из 10, очень качественно сшит и красиво выглядит. Та-дам! Это халат. Вы не представляете, как сильно долго его ждала, потому что посмотрите на его рукав. Это же рукав-клеш или, как сейчас модно, халат-кимоно. В комплекте халата есть вот такой вот поясок. И самая, наверное, главная фишка этого халата, это материал, из которого он сделан. Составит 95% бабук и 5% лайк. Цвет называется сиреневая дымка. Он достаточно такой увесистый. Честно говоря, особенно учитывая, что ткань это хоть и достаточно плотная, но если сравнивать с каким-нибудь махровым халатом, она как бы тоненькая. Но он весит хорошо. Также произведено все в Санкт-Петербурге. Это также бренд Lilco. То есть одежда это именно бренд Lilco. Просто посмотрите, какие идеально ровные швы. Нигде не торчат ниточки. Все очень хорошо прошито. Ткань очень приятная. У меня, наверное, в гардеробе это впервые такой халат. Он как бы немножечко охлаждает. И после душа это какой-то просто невероятный, я думаю, будет эффект. Так и хочется в этом халате встать возле зеркала и начать делать какие-нибудь бьюти-процедуры. Так что халатик топовый, 10 из 10. Ну а здесь у нас классическая черная футболка, так скажем, база. Это база. Она достаточно свободного кроя. У меня размер, по-моему, также L. Посмотрите, какая она широкая. Должен быть такой приятный оверсайз. Что мне нравится, что эта футболка сделана из максимально плотной ткани. Это также футер без начеса. То есть по качеству она как хороший свитшот. По составу футболки 95% хлопка и 5% лайкры. Футер, двойная нитка. Кстати, я также заказывала такую футболку в белом цвете. Так что где-то мы ее с вами найдем. Слушайте, ну я очень приятно удивлена тому, что вот эта ткань, она реально очень-очень такая плотная. У меня не было ни разу настолько плотной базовой футболки. Из прикольных фишек у этой футболки есть вот такой вот подворот на рукаве. Комфортная, я бы сказала, длина рукава. Ну и в принципе комфортная посадка футболки. Она и не оверсайз, но при этом она не облегающая такая, свободного кроя. Также у футболки все идеально прошито. Идеальные строчки. Ну правда не торчит ни одной нитки, я просто и пытаюсь найти нитку и нигде не вижу. Так что футболочка мне очень понравилась. На каждый день или на те дни, опять-таки, когда ты не хочешь заморачиваться, то что нужно. Та-дам! А вот это самая белая базовая футболка, про которую я говорила вам буквально пару секунд назад. То есть это абсолютно такая же футболка, как черная, только в белом цвете. У нее такой же рукав и также есть милый подворотик. Честно, девочки, я прям в восторге, насколько хорошо это все прошито. Типа, без комментариев. Классная футболочка, классная база, всем базам база. Девочки, приготовимся. Мальчики, тоже, пожалуйста, приготовимся. Когда я вам это покажу, вы сразу захотите. Это халат кимоно. Он идет из материала лапша. Посмотрите, она такая достаточно еще крупная. Это лапшичка, просто бывает разный формат лапши. Бывает совсем маленькая, средняя. Это такая достаточно крупная. Рукава у этого кардигана максимально широкие, что, мне кажется, даст максимальную свободу движения. И вообще, это кардиган, так скажем, из домашнего комплекта. Но, мне кажется, его не обязательно носить дома. Почему из комплекта? Но я показываю им только кардиган. Да все потому, что у меня также есть тут штаны. Я их тоже вам покажу. Но пока что остановимся на кардигане. К нему в комплекте также идет вот такой вот шнурочек, чтобы можно было припаяться. Потому что это все-таки моделечка кимоно. Я выбрала себе данные кимоно в светло-сером цвете. Но на сайте также видела еще и в черном. По составу у нас 95% хлопка и 5% лайкры. Хочу обратить ваше внимание, что кардиган я выбрала в размере М. По-моему, потому что размера L не было. И тут у нас брючки. Они абсолютно в таком же цвете, светло-сером, из абсолютно такой же ткани лапши. И они максимально свободные и клешенные к низу. Расклешенные. И в целом этот комплект смотрится просто вау. Я в него реально влюбилась. Я еще хотела сразу взять два и черный, и светло-серый. Но потом подумала, нет, Маш, это too much. Брюки у меня также в размере М, как и верх. Примерив этот костюм на себя, я его просто не хотела себе снимать. Просто посмотрите, как он красиво на мне смотрится. И что самое прикольное, он идеально на меня сел. И самое главное, девочки, длина мне идеально подошла. Можно смело в этом костюме отправиться погулять в город. Отправиться погулять где-нибудь по пляжику, если куда-то поехали отдыхать. Так что бомба. Всем рекомендую. Да, ребят, осень уже не за горами, поэтому я решила уже потихоньку к ней готовиться. И заказала вот такой вот шарф. Тем более, я уже заказывала на сайте Лилка красный шарф, которым часто снималась. И меня постоянно спрашивали, что за шарф, где я его купила. На Лилка очень классные клетчатые шарфы. Материал 100% акрил. Мне очень понравилась расцветка этого шарфа, поскольку она такая максимально классическая. Ее можно будет сочетать с любым пальто, курткой, пуховиком. Но черное-белое, это же все-таки классика. Это еще одна сумка шоппер. Вельветовый уже шоппер. Посмотрите, какой он шикарный. У него такой насыщенный темно-синий цвет. Ткань достаточно тонкая, и этот шоппер очень легкий. Внутри здесь нету никаких отделений, кроме вот самого главного большого. Но у этого шоппера есть две главные, как по мне, фишки. Во-первых, это его цвет и его фактура. То есть это вельвет. И вторая фишка данного шоппера в том, что когда ты его складываешь, он занимает очень мало места. И ты можешь этот шоппер положить в другой шоппер. И когда у тебя появится много-много вещей, ты его просто достаешь и ходишь с двумя шопперами. Супер. Сшит он также очень качественно. Просто посмотрите на эти швы. В составе здесь 92% ТПА и 8% нейлона. Та-дам! Здесь у нас кусочек канцелярии. Итак, во-первых, у нас здесь есть фломастеры. Цвет изменится, если провести сверху белым стержнем. То есть у нас здесь в комплекте 10 фломастеров цветных и 2 белых. Да, и цвет будет меняться, я так понимаю, синего в желтый, из темно-фиолетового в розовый. Батарейки в подарок, спасибо. Как думаете, к чему? Напишите в комментариях. Это реально подарок, я их не заказывала. Но потом вы узнаете, к чему. Далее здесь ластик. Кстати, я заказывала много канцелярии для того, чтобы собрать для вас наконец-таки уже боксы с подарками. Так что не удивляйтесь, что канцелярии здесь много. Она почти вся для вас. Немножечко масочек и свечка. Свечка с ароматом карамельный попкорн. Я уже заказывала на Лилка свечки от данного бренда. Они мне очень понравились. У них вкусный аромат. Боже, вот здесь просто аромат того самого кинотеатра, в котором подают самый вкусный попкорн в твоем городе. Пахнет карамелью и каким-то уютом. А вот и то, ради чего мне положили батарейки в подарок. Это дерево. Гирлянда дерева или дерево-светильник. Decorate LED 3. Боже, какой он красивый. Посмотрите, здесь мои любимые жемчужинки. Основа у дерева золотая. Сборка была достаточно быстрая. Вставляем батарейки. Все, ребят, момент истины. Здесь кнопочка, кстати говоря, сенсорная. Так вот ее, оп, и дерево включается. Боже мой, как это уютно выглядит. Смотрится очень ваушно. Так вот максимально уютно, тепло, как-то греет душу. Ага, у нас даже несколько режимов работы. Есть мигающий режим. Также в комплекте был провод для того, чтобы использовать не батарейки, а подключать это дерево в сеть. И, собственно говоря, вообще не заморачиваться. Какой-то киндер-сюрприз, да? Та-дам! Гирлянда, ребят. Честно говоря, я в шоке от размеров этих шаров. То есть там, конечно же, был написан диаметр каждого шара. Но прочитала ли я? Нет. Собственно говоря, вот. Пожалуйста. В чистом виде гирлянда выглядит примерно как-то так. Эта гирлянда занавес. Я ее специально купила на окна, потому что хочу в этом году какие-то новые фишечки, да, добавлять на окна. Я заказала такую гирлянду не одну, а сразу три. Они светят приятным, таким теплым светом, что добавляет, конечно, максимальный узел. И в этих гирлянд есть дополнительная вилка. Основная вилка. Также есть переключатель режимов, как у всех гирлянд. И вот та самая дополнительная вилка, в которую ты вставляешь вилку от второй гирлянды. И таким образом можно гирлянды соединить между собой. Да, ребят, посмотрите, как она, конечно, красиво смотрится. Очень дорого, богато, как я люблю говорить. Ну, реально топи-топ. Теперь мы с вами переходим к вот этой огромной коробке. Здесь должно быть много канцелярий, ну, и не только. Давайте начнем с того, что здесь лежит сверху. Это тетради формата А4. Есть как на кольцах, так и с классической прошивкой. Эти тетради я, честно, заказывала больше вам, нежели чем себе. Первый дизайн, он в таком приятном флористическом стиле с совой. И здесь тетрадь в клетку. 96 листов, очень красивая. Дальше здесь также сова, только в более нежных пастельных тонах в горошек. И также в клетку. Еще одна тетрадь из серии с совушками. Вот эта, по-моему, самая милая. Она мне нравится больше всех, чисто визуально. Здесь также листочки в клетку, их 96. И следующие две тетрадки А4, они также, честно, связаны с флорой. Здесь у нас цветочки. А здесь, честно, я не понимаю, что это такое. Я на сайте сначала подумала, что это перцы или помидоры. Сейчас я вживую смотрю и не понимаю. Ну, здесь вроде как ягодки по типу клюквы или облепихи. Короче, напишите в комментариях, что здесь изображено. Листы также в клетку и они без полей. Идем дальше. Здесь у нас наклейки. Вообще у Лилка очень классные наклейки. В моей коллекции наклейки, наверное, процентов 20. Это наклейки с этого сайта. Эти наклейки я заказывала себе. Для того, чтобы красиво вести ежедневник. Это наклейки йога. Ребят, это чисто я по утрам. Далее объемные наклейки с милыми котиками. Вообще-то написано «Дыхание весны». Ну, тут правда, что такое весеннее. Далее космические коты наклейки. Прям целый стикер-пак для введения ежедневника. И с обратной стороны показано, какие листочки есть в комплекте. И взяла еще вот такой вот набор. Тоже для введения ежедневника. Он такой более голографичный. И вот с обратной стороны тоже показано, какие наклейки есть в комплекте. Также их можно клеить на телефон, упаковку, ежедневник, ноутбук. Люблю такое. И что самое главное, цены на них очень приятные на сайте. Далее у меня здесь вот такой вот пенал-косметичка. Я уже такой находила в одном из сюрприз-боксов от Вилка. Во-первых, у данного пенала максимально приятная ткань. Тут два. Я не знаю, если я себе отставлю или разыграю. Потому что оно мне очень нравится. В него очень удобно складывается какую-то косметику. Какие-то бансики, когда куда-то едешь. И рисунок красивый, поднимающий настроение. Замочек хороший и объемный. Можно много сюда поместить. Также все брендировано. Такой пенал-косметичку можете найти только на сайте Лилка. По качеству топ. Идем дальше. Здесь у меня, я вижу, коробочки есть. Но я их хочу достать и убрать вот в эту коробку. Вообще, я заказала несколько сюрприз-боксов. Но здесь я чувствую, что не сюрприз. Вот я же говорю, не сюрприз, не сюрприз. Здесь у меня свечи. Давай сначала смотреть, что вот здесь. Та-дам! Какие они хорошие, ребята. Это у нас корова мягенькая. Это я вам заказала. У меня много мягких игрушек. Здесь у меня вот такая вот плюшевая. Очень приятная. Так хочется ее обнять. Коробушка. Я ее сейчас обниму. А потом тот ее из вас выиграет и почувствует тепло моих объятий. Такая она приятная. Посмотрите, какие у нее ушки хорошенькие. Какие у нее рожки. Могли бы вы сейчас прочувствовать тона, какая она нежная. Как будто бархатная. Задью у нее есть вот такой вот хвостик. Но в целом она очень такая мимимишная. А еще ее можно использовать как подушку. Следующий. Ленивец. О боже, он такой же мягкий, как и корова. Ну просто посмотрите на него, какой он милаш. Тут у него такая щелочка. Кстати, все мягкие игрушки также идут брендированные. То есть везде это брендлилка. И вы такую же не найдете больше. Потому что вы часто спрашиваете, где у меня, то все было куплено туда-сюда. Запоминаем. По качеству материалу очень приятно. Также хочется его обнять и никуда не отпускать. Еще две милашки. Пингвин. Боже, у меня был похожий пингвин в детстве. У меня сейчас, знаете, такие флешбеки. Серенький пингвинчик, которого хочется погладить по головке. С желтым носиком. С лапками такими черными. Очень приятный, такой пушистый, приятный материал у этого пингвина. Короче, игрушка топовая. Ну а здесь у нас лама. Она как из Пинтера сбежала. Ну е-мое. Посмотрите, какая у нее сидушка яркая. Хвостик какой. Какая она сама вся белоснежная. Глазки, какие пуговки. Я думаю, что она еще должна стоять. No. Еще я заказала вот такие тапочки домашние. Но тоже заказала не себе. Заказала вам на подарки. Они размера 35 на 40. Это единорог. Но мне почему-то он напоминает Мила Вослика. У которого такой милый блестящий рог. Смотрите, какие детализированные, красивые домашние тапочки. Здесь у нас есть вот такие вот силиконовые пупырочки, чтобы дома не скользить. А сзади вот такой вот хвостик розовенький. Также я взяла вот таких розовых лисичек. И серого волка, или это серая лиса. Как вы думаете, кто это напишет еще в комментариях? Внутри не сказала, что есть такой вот приятный материал. Такой махровый, от которого ногам будет очень тепло и приятно. Идем дальше. Здесь у меня еще наклейки. Еще один лист с наклейками для ежедневных. Лист для планирования. Friday, Monday, кофе, все дела. Просто красивые наклейки. Наклейки с корги. Наклейки в голубых тонах, также для ежедневника. Это наклейки, чтобы отмечать какие-то свои дела, знаете, такими точечками. В розовом цвете и еще в фиолетовом. Ну, таком голубом. Опять-таки для планирования. Вот эти самые простые я ждала больше всего, потому что я подобного не видела. Также я заказала вот такие вот наклейки с тразами, разноцветные сердечки. И еще один лист с объемными наклейками. Называется huge, уютный, максимально такой в осеннем стиле. Сначала пройдемся по блокнотикам небольшого размера. Первый блокнотик. Monday hates you too. В понедельнике тоже тебя ненавидят. Здесь листы в клеточку. И что мне нравится, сверху есть вот такая вот защитная корочка. Ну, в общем, вы меня понимаете. И в таком же стиле вот такой вот блокнотик. Oh my god. Далее блокнотики более большего размера. Have a good day. Такая записная книжка в клеточку. And build your empire. Построй свою империю. Тут мысли самые умные, самые важные записывать. И блокнотики такого стандартного формата. Здесь по 32 листа в каждом. Они также в клеточку. По-моему, смотрятся максимально по Барби. Далее здесь прям блокноты-блокнотища. Это, наверное, прям супер записные книжки же можно считать, да? В твердом переплетике. Игра слов. Плохо-хорошо. И тут такие крутые утки нарисованы. Данная записная книжка в клетку. Здесь столько листов. Честно, я даже не думала, что так много листов будет. Здесь 160 листов. Блокнот для записи. Можно подписать, кто влазделец, контакты. Есть события, которые просто происходят. А есть такие, которые ты заставляешь произойти в этом разнице между наличием плана и его отсутствием. В общем, здесь нужно все планировать. И вторая записная книжка. Ну, мне очень понравилась. Тут, во-первых, зебра. Во-вторых, розовый фон. В-третьих, тут есть горошек. Это мне все очень нравится. Написано, я самая крутая. Так же все в клетку. И тут так же 160 листов. Из канцелярии я еще заказала. Это уже себе вот такие вот маркеры. Мне для рабочего стола они идеально подойдут. Есть желтый, зеленый, персиковый, розовый и голубой маркер. И, как видите, они с эмоциями. Я буду на них смотреть и поднимать себе настроение. Это мне, наверное, очень надо. Ребят, зеркало. Это зеркало на подставке. Просто посмотрите, какая прелесть. С обратной стороны написано Sweet. Все такое градиентное, разноцветное. И спереди как раз-таки зеркало. Обычное, не увеличивающее, никак не искажающее, обычного качества хорошее зеркало. Мне нравится. И так же оно может двигаться на 360 градусов. Далее у нас тут носочки. Но это не единственные носочки, которые будут в этом ролике. Смотрите внимательно. И здесь будет еще ОГОГО. Но и эти тоже ОГОГО. По составу здесь 83% хлопка, 12% эластана и 5% полиамида. И очень классная надпись. Еще не уволили. Взяла такие носки в подарок. И вот эти носочки мне тоже очень понравились. С винишком. Написано еще, еще, еще. Размер здесь 6,44. То есть, по сути, вообще можно подарить абсолютно любому человеку. Потому что они очень хорошо тянутся. И здесь также размер 36,44. Еще здесь есть вот такая коробочка. Здесь у нас тоже гирлянда. Та-дам! Она также работает от батареек. Еще три. Раз, два, три. Смотрите, как приятно горит. Я так понимаю, что здесь еще два режима. Их чуть-чуть мигающие. Чтобы был такой прям максимальный праздник для туса. И вы должны это услышать. Я как будто захожу в какой-то восточный магазин. Это очень приятно. Смотрится очень уютно. Даже сейчас с включенным светом я уже вижу, как это выглядит красиво. И теперь, внимание, мы сейчас с вами будем распаковать вот эти коробочки. И нет, это не сюрприз-боксы. Здесь у нас будут свечи, канцелярия, носочки. Берем роддомную коробочку и распаковываем. Боже, ребят, здесь различные свечи и ароматы для дома. Как видите, я заказала очень много разных свечек и диффузоров разных размеров. С разными ароматами. А если быть точнее, 4 свечки большого формата с ароматом после дождя. Маракуя и манго. Вечер у камина. И морская соль и орхидея. Я уже заказывала такие свечи у Лилка. И мне очень понравилось, как они горят, как они пахнут. Они выполнены из соевого воска и ароматических масел. За счет чего аромат просто разносится на весь дом. Именно такие большие я заказала первый раз. И здесь самая главная фишка в том, что тут не один фитиль, а два. Боже, это пахнет просто превосходно. Мне кажется, такой банки хватит, наверное, на полгода. Это просто что-то невероятное. Почему я так люблю свечи? О, ну вот это что-то такое максимально летнее. Похоже на десерт. После дождя сейчас очень актуально. Немножечко освежающий аромат. Какую-то кислинку чувствую. Далее покажу вам диффузоры. Всего у меня здесь 8 ароматов. И также положили вот такие вот палочки черные, чтобы вставлять их в эти диффузоры. Ароматы следующие. Белый чай, лаванда и огурец. Пала Санта и янтарь. Морская соль и орхидея, лаванда. Вишня, черешня. Нан-чампа. Вот это очень хочется сейчас вкусить. После дождя. И сосна и пачули. Я не знаю, что такое нан-чампа. Поэтому, знаете, любопытство мое взяло верх. Мммм. Пахнет, знаете, как вот те самые ароматические палочки, которые ты поджигаешь и они тлеют. Ванильно-древесный травяной аромат. Приятный. Идем дальше по свечкам. У меня одна свечка в среднем размере. Здесь один фитиль, если кому интересно. Вот это пахнет просто максимально, как по мне, по новогоднему. Потому что здесь сосна и это очень такой хвойный аромат, который переносит именно какие-то новогодние денечки. Далее аромат красной смородины и герани. Мохито-ананас, хлопок и ирис. Это что-то должно быть мое. Боже, отвал всего. Аромат чистоты. Далее тут маршмеллоу на костре. Очень сладкий аромат. Агава и хризантема. Чистый лен. Вот ее тоже очень хочу попробовать. Ммм, а это что-то такое, знаете, сладенькое. Что-то мне напоминает. Но простите, извините, даже не знаю. Возможно, какое-то мыло. Далее свежий хлеб. Пряный чернослив. Прилив. Белый шалфей и лаванда. И апельсин и перец. Как видите, некоторые свечки в маленьком формате перекликаются с большими. Но не все свечки я заказала себе. Некоторые из них на подарки. Там можно уже, знаете, подумать и о новом коде, да? А может быть и сама их все использую, потому что они просто вау, бомбические. Также из раздела ароматов у меня есть вот такая вот штучка. Диффузор для машины. Морская соль и орхидея. Я посчитала, что Денису это понравится. Что я заказала это по большей части для него. Работает механизм очень просто. Снимаем закупорку. Я пока что этого делать не буду, потому что у нас стоит ароматизатор в машине. Вот так вот переворачиваем. Ждем какое-то время. Ну, прям недолго, там до минуты. Крышечка начинает впитывать ароматизатор. И все, он благоухает по машине. Еще из ароматного взяла вот такой вот ароматический воск. С ароматами апельсин и перец и черная смородина и анис. Работает это следующим образом. Берем вот этот ароматический воск. Такой вот один куб. Кидаем специальную лампу, которая снизу подогревает это все. За счет чего дома опять-таки благоухает приятными ароматами. Чтобы вы понимали, это еще не все свечки, которые я заказала на сайте Лилка. Просто их там так много, что моя душа, которая очень любит уют и товары для дома, не могла остановиться. Так что да, у меня есть еще вот такая коробочка, в которой есть как свечи, так и различные штучки для тела. Тут также есть еще и скрабы, которые мы тоже сейчас с вами распакуем. Но сначала продолжим на свечах. Ну что, давайте смотреть, какие ароматы у нас здесь есть. Из маленьких это пачули и амбра. Нак чампа. Липовый цвет. Морская соль и орхидея. Яблочный пирог. Боже, на осень просто самое то. Пала санта. Янтарь. Морской соленый воздух. И морская соль и хлопок. Еще я заказала вот такую свечку в железной банке, у меня никогда такого не было. Но это не простая свечка, я ее заказала на веранду, это репеллентная свеча для дома. Очень хочу с вами попробовать вот эту свечку, пала санта и янтарь. Боже, пахнет ну просто невероятно. Больше, наверное, янтарем, потому что пала санта не так сильно чувствуется. И, внимание, свечка, которая напоминает о том, что сентябрь через пару дней это яблочный пирог. Я не знаю, как это работает, но это очень вкусно пахнет. Обожаю эти свечки, классно, что они есть на сайте Лилка. И, внимание, гость нашей программы, та самая репеллентная свеча. Та-да-да-да! Ее тут так много. Ну пахнет она очень приятно каким-то цитрусовым, чем-то таким вот приятным. В общем, всякие эфирные масла, которые и отгоняют различных мошек и так далее и тому подобное. Теперь давайте смотреть, что у нас тут за скрабики. Большая баночка сахарный скраб с карамелью от «Вредности». Скраб запакован, я уж не буду его распаковывать, потому что у меня есть абсолютно такое же в мини-версии. Ванильно-цитрусовый сахарный скраб для свежих идей в мини-версии. Также в маленькой версии клубничный сахарный скраб от «Горьких мыслей» и малиновый сахарный скраб для сладких грез. Большая баночка. Это все у меня на подарки. Надеюсь, вы готовы увидеть, что у нас творится в этой коробочке. Ребят, ну это просто восторг. И моя просто девчачья натура, она орет внутри меня. Вы этого не видите, потому что очень поздно. Тут огромное количество бомбочек для ванны. Вы бы могли сейчас прочувствовать тот аромат, который здесь стоит. Лаш просто нервно стоит и посматривает на нас сейчас. Примерно так, как делает это Фунтик. Он и чуял аромат. Вы же знаете, он у нас парфюмер. Как я могу это не распаковать? Чтобы вам показать, не надо распаковать. Но в то же время, это не все бомбочки для меня. Некоторые тоже хочу в подарки использовать. Смотрите, вот такая вот красивущая бомбочка с солнышком. Бомбочка-единорог. Бомбочка-очень большой пончик. Честно, в жизни он больше, чем на фотографии. Люблю такие приятные неожиданности. Бомбочка-планета снов с шиммером. Обожаю такие бомбочки. После них сидишь, как будто в каком-то космическом корабле, а не в ванной. Бомбочка с милым котиком. Вы только посмотрите на ее размер. Она также с шиммером. Бомбочка-волшебное погружение. Она так прямо называется. Тоже она просто гигантская. Еще одна гигантская бомбочка. Это бомбочка-русалка. Она очень красиво переливается. Бомбочка-мимимишка. Бомбочка-авокотик. То есть, это как бы авокадо и как бы котик. Бомбочка-сладкая. Сладковато называется. Максимально ванильная, нежная, очень сладкая. И бомбочка-яйцо. Насколько я помню, в ней должен быть сюрприз. Next. Да, ребят. Здесь огромное количество носков. Капец на улице Дубео. Просто Холодео. И немножечко Инопланетяны. Такие у нас уже были. Аллергия на тупых людей. Заказала в двух экземплярах. Потому что такие носки у меня отжал оператор. Но я тоже такие хочу. Мяу-мяу. Творю, что хочу. Идеальные носки, ребят. Новые носки. Чтоб все знали, что носки новые. И носки с цыпленком. Но немножко злой. Весь мир у моих ног. И зря-зря. Вот такие носки у нас тоже были. Мне они так нравились. Дальше вот такой вот классный набор различных премудростей, так скажем. Канцелярии. Здесь у нас есть втулки большие, скрепки, зажимы и обычные скрепки. И все это в нежных мятных тонах. И, друзья, еще немножко бомбочек. Это мармеладные мишки. Бомбочка сладкие мечты. Здесь шоколадка у нас. Вау, это бомбочка с пчелкой. Посмотрите, это ее большой улей. Но она не пахнет медом. Она просто пахнет чем-то карамельным, таким классным. И бомбочка розовая чаша в виде сердечка. А здесь у нас сушеные розы. Ну и еще одна большая коробка, которую мы сейчас с вами распакуем. Здесь у нас, внимание, канцелярия. Начнем с блоков для записи в стиле тай-дай. Выглядит очень стилево. И они на клейкой основе. Далее я заказала вот такие клей-карандаши. Здесь, конечно, вся фишка в дизайне. А так это классические белые клей-карандаши. Они нам нужны всегда. Так что незаменимо. Мини-хайлайтеры. Такие красивые маркеры. Скетчбук с гусем, который явно идет на свидание. Здесь у нас 60 листов. Распаковывать не буду, потому что я это все брала на подарки. Скетчбук с котиком. Скетчбук с мобсом. Это точно бакс. А это хоть и котик, очень похож на фунтика. Очень такой эстетичный скетчбук с горами. Для тех, кто любит путешествия. И здесь такой скунс или енот. Скетчбук с котиком, который то ли шаурму ест, то ли играет на балалайке. Я не поняла. Он вообще-то играет на нервах. Playing on your nerves. Давайте посмотрим на вот эти вот скетчбуки. Они такого мини-формата, но зато здесь очень много листов. Целых 60. Также взяла вот такие закладки для книг. С лапками. И тоже с котиками. Скрепки в виде звездочек. Чего мне я тукей. Очень хотела себе вот такой вот ежедневник. Розового цвета с надписью Amore. Здесь 80 листов. Розово-сиреневый блок. Я не знала, что у него будут такие шикарные листы. А я люблю, кстати, такое. Очень красиво. Также взяла немножечко обычных тетрадей. Чисто, вы знаете, вам в боксы положить. И все эти тетради с ламами. И вот такой вот блок для записи. Ну или тетрадка написана I'm not lazy, I'm creative. Здесь сменные листы. То есть можно их все достать, новые поставить. Обожала такими тетрадками пользоваться в универе. Очень удобно. Также я взяла очень много декоративных скотчей. Я вообще сама люблю скотч, но некоторые взяла на подарки. Здесь у нас металлик. Скотч в летнем стиле с ананасиками, что такое. Скотч в темно-синем цвете. В золотых оттенках. В бирюзовых оттенках. В серебряных оттенках. Тоненькие скотчи в таких лазурных оттенках. И скотч единички. Здесь такой розовый серебряный скотч. Здесь с растениями. С мороженками. И с какими-то милыми животными. Там и оленяты, и котики. Также взяла несколько ручек. Это не набор. То есть ты можешь на сайте выбрать определенную ручку и добавить в корзину. У нас ручка в синем цвете. Она гелевая. Мне очень понравился дизайн. Также ручка из этой же коллекции. То есть с похожим дизайном. Также тонкая пишет. Ручка с арбузиками. У нее здесь, кстати, есть наконечник, который ее стирает. Как и у этих ручек. То есть она стираемая. Видите, и все стирается. Это просто восторг. Идеально, когда не любишь всякие помарки делать. И ручка, ребят, с мишкой. Он спрятался. Он вышел. Она также пишет синим цветом. И Денису заказала такой диспенсер для скрепок. Самый обычный, черный. Такая вот красота. Ну а сейчас мы переходим с вами к распаковке сюрприз боксов. У нас их тут четыре. Я знаю, что вы любите подарочные боксы. Поэтому давайте смотреть, что здесь. Боже, ребят, просто посмотрите, какая здесь много канцелярии. В целом на сайте можно построить фотографии, что входит в тот или иной подарочный бокс. И это может быть как для тебя прям супер сюрприз, если ты не разглядываешь эти фотографии. Так и это может для тебя быть что-то очевидное, если ты изучил полный его состав. А мы давайте смотреть, что нас ждет именно здесь. Во-первых, вот такая вот бутылочка. У которой есть специальная трубочка. Благодаря чему эту бутылочку можно просто использовать на ходу. Далее здесь много маркеров. Кстати, маркеры можно как поштучно на сайте заказать, так и заказать наборами. Маркеры двусторонние. С одной стороны более тоненькие наконечники, чтобы какие-то более тонкие детали прорисовывать. И с другой стороны более широкая сторона. Конкретно в этом наборе у нас маркеры по цифре 44, 15, 81, 63 и 55. А также 147, 59, 31, 89 и 120. Далее у нас здесь ручки разноцветные. Фиолетовая, голубая, желтая, черная, розовая, оранжевая, оранжевая, зеленая, розовая и скорее всего белая или серебряная. Также здесь очень много милых канцелярий. Например, вот такие вот листочки для записи. Линейка с единорогами. Простые карандаши, которые совершенно непростые, очень красивые. Ручки, пластик, мини-блокнотик. Это ленточка, чтобы можно было завязать коробочку и оформить этот бокс как подарок. Также здесь есть шнурок для бейджика. Также несколько вариантов наклеек для планирования. Еще для планирования. И такие милые с единорожками. Тетради. И вот такая папочка. Это был первый бокс. Теперь смотрим, что нас ждет во втором боксе с сюрпризом. Так, здесь у нас все уже более по бьюти теме пошло. Повязка для волос, чтобы умываться. Щеточка для умывания. В форме милого осьминожки. Бомбочка для ванны. Огромная бутылка для воды, на которой изображена ягистка. И написано Stay Hydrate. Окей, я у вас та еще англичанка. Не понимаю. Также у бутылочки есть трубочка. Несколько вариантов масок для лица. Стикеры для заметок в очень приятном цвете. Ежедневник. Вы бы знали, какой он приятный. Милые носочки с радугой. И вот такая вот косметичка. Можно использовать как пенал. Классный набор. Вообще не надо париться, что подарить. Просто заказываешь и подружки, маме, бабушке, да хоть кому даришь. Бокс номер три. Здесь у нас также блокнот. Маска для сна. Стикеры. Щеточка для умывания. Повязка для умывания. Бомбочка для ванны. Носочки. С таким милым дизайном. Кстати, очень классные носки. У меня уже такие были. Также здесь есть большой шоппер белого цвета. Такая же бутылочка для воды. Фломастеры. И папка для документов. Everything will be okay. И четвертый бокс. Здесь опять много канцелярии. Тетрадь раз. Тетрадь два. И три. Скрепки суши. Наклейки. Записная книжка. Маркеры. В номерах 14, 74, 44, 46 и 81. Тоже набор цветных ручек. И папка. Ну что, ребята, вот такие вот у меня были покупочки с сайта Лилка. Пишите в комментариях, какие вам понравились больше всего. Но у меня для вас есть приятный сюрприз в виде промокода на скидку. Промокод Zoom, который вы видите на экране, дает скидку в 15% при покупке товаров на сайте Лилка. Вы можете воспользоваться в течение двух месяцев после даты выхода этого ролика. Так что, если вам тут что-то понравилось и вы решили себе это заказать, поторопитесь, чтобы успеть воспользоваться такой хорошей скидкой. Также я промокод продублирую для вас в описании, чтобы вам было удобнее. И там же оставлю ссылочку на сайт Лилка. Надеюсь, что вам понравилось это видео и вы приятно провели это время со мной. Буду рада, если вы подпишетесь еще на мой телеграм-канал. И я там в скором времени организую для вас классный конкурс. Ну, на этом все. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.